Книга «Открытым оком». Тема «Различные вопросы». Том 1. Вопрос 589. «Расскажите, кто такие язычники и что они проповедуют?» — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Слово «язычники», то есть поганые, нечистые, исходит от слова «язык», наречия. Из тех языков, какие появились при строительстве Вавилонской башни, как считают специалисты, остался неповрежденным только один язык — еврейский. Это все очень и очень условно и недоказуемо. Можно только по значению слов в иудаизме определить изначальное значение, смысл названий, имен, вещей, животных. Предполагается, что Адам говорил на еврейском языке. Если это не так, тогда все эти изначальные корни остаются засыпаны до конца мира, уже никак не узнать, что за язык был тогда и откуда слово «язычник». Богоизбранный народ, евреи, иудеи, а остальные все 2896 наций, наречий — это «язычники». Не будем гадать, а посмотрим в чудную книгу книг, в Святую Библию, и по нескольким местам откровением Божиим будем иметь представление, кто же мы и что нам дано, как языческое происхождение имеющим. Впервые это слово появляется в Библии в Исходе 23.18 «Когда изгоню язычников от лица твоего и распространю пределы твои». 1 Паралипоменон 16.24 «Возвещайте язычникам славу его, всем народам чудеса его». 2 Паралипоменон 36.14 «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он осветил в Иерусалиме». 2 Паралипоменон 36.14 «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он осветил в Иерусалиме». 3 Псалтирь 134.15 «Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих». Матфея 6.7 «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». 4 Псалтирь 4.27 «Ибо поистине собрались в городе семь на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтия Пилат с язычниками и народом израильским». 4 Псалтирь 13.42-43-47-48 «При выходе их из иудейской синагоги, язычники просили их говорить о том же в следующую субботу, когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, ибо так заповедал нам Господь, «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Деяние 28.28 «Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». 1 Петра 2.12 «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». 1 Петра 4.3 «Ибо довольна, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, и нелепому идолослужению». Кремлинам 3.29 «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников?» «Конечно, и язычников». Кремлинам 11.13 «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». 1 Коринфянам 10.20 «Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу, но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Галатам 2.15.3.28 «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». К Ефесянам 2.11 «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками». Откровение 2.26 «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Откровение 16.19 «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». Вавилон великий воспоминание 16.21 «Кто побеждает и соблюдает дела» Продолжение следует...